Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем вопросом, который вы задаете. Итак, значит, вы спрашиваете, почему у меня не получается построить серьезное отношение с мужчиной. Значит, в вашем вопросе я предлагаю вам обратить внимание на несколько важных моментов. Первый момент заключается в том, что вы говорите «построить серьезные отношения». То есть, отношения с мужчинами у вас как бы подвергаются своего рода градации и делятся на, соответственно, серьезные и на несерьезные отношения. Здесь сразу, на мой взгляд, возникает вопрос такого рода. Что понимать под серьезными отношениями, а что понимать под несерьезными отношениями? То есть, иными словами, речь идет о том, насколько вы с мужчиной, например, разделяете взгляд относительно того, серьезные ли у вас отношения с мужчиной или нет. И что делать в ситуации, если у вас с мужчиной разные взгляды на то, как раз серьезные ли отношения у вас с ним или нет. Далее, вопрос, который я считаю необходима вам задать, это вопрос о следующем. Серьезные отношения для вас это какие? Серьезные отношения для вас это что? Что представляет для вас из себя серьезные отношения? Это первое. То есть, определить нужно критерии этих самых серьезных отношений, если вы говорите о них. Ну, опять же, хотя бы потому, что это важно для идентификации. Это важно для идентификации того, к чему вы стремитесь в взаимоотношениях с мужчинами вообще. Надеюсь, в данный момент вы понимаете для себя. Далее, следующий аспект. Заключает все в том, что вы говорите, у меня не получается построить отношения. Зачем вам вообще строить отношения с мужчинами? Какую цель вы преследуете, пытаясь построить отношения с мужчинами? Зачем и для чего? Это важный момент, потому что он является определяющим при построении вашей линии поведения по отношению к мужчинам. И если вы хотите выстраивать свои отношения с мужчинами адекватно, если вы хотите выстраивать свои отношения с мужчинами правильно, то нужно понимать как можно более четче, для чего вам это, например, нужно, то есть чего вы хотите, для чего вам это вообще требуется, и какие у вас есть желания, какие у вас есть цели и так далее. Это важный момент, и об этом важном моменте я предлагаю вам подумать. Далее, у меня есть подозрение, что вы не до конца понимаете о том, не до конца понимаете то, как работает психолог, психолог. А именно, психологи не занимаются предсказанием и гаданием. То, что вы предлагаете нам, это, к сожалению, можно рассматривать именно так, как гадание. И я не думаю, что именно гадание может принести что-то хорошее. Я не думаю, что гадание может ответить на ваши вопросы, ну, хотя бы, по той простой причине, что слишком мало информации о вас, а психологи – это все-таки люди, которые анализируют. И анализируют психологи факты. И для того, чтобы мы вам помогли, для того, чтобы мы ответили на вопросы, которые вас волнуют, нужны факты. А именно, нужна информация о том, как вы выстраивали взаимодействие со своими мужчинами. Какую позицию, какую роль вы играли по отношению к ним? Какие это были мужчины? И самый главный вопрос, что случилось поводом для расставания вашего с ними? Вот это, то, что служило поводом для расставания вашего с ними, и является тем важным, одним из самых важных моментов, о которых нужно обязательно вам рассказать психологу. Потому что, потому что, только через понимание того, по поводу каких моментов, аспектов и так далее, что у вас были разногласия с мужчинами, только понимая эти аспекты, можно говорить о том, чтобы определить, понять и помочь вам увидеть и, соответственно, справиться с проблемой, невозможностью построения отношений с мужчинами. На деле причин может быть много. Это и страх, и неуверенность в себе, и детско-родительские отношения, которые породили негативный сценарий, вследствие чего вы вот так вот ведете себя с мужчинами, что у вас с ними не получается отношения. И прочие блоки. Страх может быть самый разный, и, например, вы можете достаточно легко бояться с каждым близким отношениям. Это абсолютно нормально, и не видится мне чем-то таким, знаете, странным. Но это необходимо, опять же, определить, чтобы подобрать для вас адекватную и правильную стратегию избавления от данной проблемы. А пока подобная стратегия не была выбрана, не была подобрана для вас, то, соответственно, я боюсь, что ваш вопрос так и останется вопросом, потому что проблема достаточно сложная, и ее нужно разбирать. А чтобы разбирать, нужно нормально, нужно общение с вами. Поэтому здесь я только могу надеяться на то, что вы извлечете основную мысль, которую я вам сказал, а сами для себя ответите на те вопросы, которые я вам задал. Подумайте, что может останавливать вас при сближении с мужчинами и после этого выбрать психолога на нашем ресурсе и начать с ним уже работать по своей проблеме. рекомендую вам проанализировать детско-родительские отношения и вспомнить о том, какие были отношения у ваших родителей. и подумать, не являются ли ваши проблемы следствием аналогичных проблем с вашими родителями. на этом все. Надеюсь, что помог вам. если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.